Доброе утро, дорогие друзья! Утро начинается с прекрасного, с чашечки кофе и любуемся цветами. На этот раз пеларгония, тюльпановидная, Ред Пандора. Смотрите, какая она, изящный цветочек какой. Он уже немного отсыпался, а так были большие, мощные бутончики такие. Она очень красивая, листик у неё красивый такой, кучерявый. Не, ну обычный пеларгония более ровный. Не знаю, может это мне просто нравится. А здесь он такой, края красивые. Это она находится на улице. Смотрите, что она запачкана. Здесь и воробьи летают, и всё. В общем, она мне очень нравится. Как вам? Думайте сами. Это не простая пеларгония. Тюльпановидная, это сортовая пеларгония. И кому надо, у меня есть отросточки. Вот, уже цветущие тюльпановидные пеларгонии. С корешочками. Сегодня я вам хочу показать, какие у меня есть пеларгонии. Какие цветут на данный момент. Некоторые не цветут. Я могу вставить фотографии, какие у меня есть пеларгонии. Эта пеларгония считается чёрная пеларгония. Она тёмно-тёмно-вишнёвая. Здесь два сорта. Она, когда только распускается, у неё бутончик как розыбудная, розочкой набитый. А когда уже распустилась, она похожа на пионы. Очень красивая пеларгония. Посмотрите, какая прелесть. Цвет у неё сказочный, видите? Здесь два сорта разных. Вот эта более чёрная. А здесь с белыми прожилками. Это Томми Кэт. Вот видите, какая она. Не передаёт цвет. Сейчас попробую. Вот так. Зафиксирую. О, она как лаковая. Чуть подвинулась. Видите, как переливается красиво. Я её очень люблю. Очень красиво. Это она уже цветает, так как на улице дожди у нас были. Это тоже очень красивая лаковая. Но она с беленькими прожилками. Та сильно тёмная. А эта с беленькими прожилками. Сейчас попробую эту зафиксировать. Вот видите, какая красота. Это у меня тоже немного... Но она маловатый куст у меня. За чего? Из-за того, что я черенковала. Все просят черенки. И она у меня мало выпустила бутона, так как я верхушечки срезала. Но она ещё будет цвести. Это чепуха. Главное, чтобы корень не пропал и листва. А цветочки появятся. Это тоже разновидность. А это пеларгония у меня Black Rose. Но она действительно как роза. Видите, как название себя оправдывает. Очень красивая пеларгония. Смотрится замечательно. В следующем году весной обрезать не буду. Это я уже для себя решила. Чтобы было много бутонов. Лучше срезать черенки осенью. Когда она будет зимнюю спячку уходить. И весной они очень плохо у меня укореняются. Если кто может весной укоренить, пожалуйста. Не знаю. У меня они не укореняются плохо. А осенью замечательно. Это у меня простая пеларгония. Но тоже очень красиво смотрится. Цвет такой розовый насыщенно. С белой серединкой. Очень красиво смотрится. Это заналочка. Можно и в огороде посадить цветники. Она будет расти без проблем. Не удобрять ее не надо. Она цветет постоянно. Я их даже не удобряю. А если бы удобрила, наверное, вообще цветов было море. А эта пеларгония тоже зональная. Это аппл блоссом. Смотрите, какая она необычная, красивая. У нее цветочек каждый в виде розочки. И края розовые. А серединка аж зеленоватая. Это она еще не распустилась, только начала распускать. Но очень красивое, трудолюбивое растение. Это отдельный кустик детка. Большая. Я прикопала в такой горшочек, чтобы она лучше себя чувствовала. Конечно, он пыльный. Потому что с земли во время дождя он пачкается. Цветок красивый, обалденный. А здесь пеларгония скарлетт разрослась уже, в горшок не помещается. Но посмотрите, вот эти нижние листики отсыхают. Их убирать просто нужно. Они как бы отмирают. Ну, свое отжили. Смотрите, это такая большая детка. Видите? А это серединка вон само растение. А цветок, посмотрите, какой. Сказочный. Он только начинает цвести. Но какой сказочный, красивый цветочек. Роза набитая, полная. Предыдущая я вам показывала розовая. Она похожа, еще больше набита. Когда зацветет, я вам обязательно покажу. Бутонов выпускает очень много. Видите, они быстро засыхают. Ну, из-за дождей. А так, очень красивое растение. Видите, какой бутон. Розочки. На окне будет очень красиво смотреться. На улице у меня тоже, правда, хорошо смотрится. Но на окне вообще будет чудесно. Это маленькие детки. Это рассадничек. Это эпл блоссом. Тоже для продажи готов. А это вообще малюсенькие. Это подешевле. У меня все разобудны. Это птички постарались, удобрили. Это все вытирается. Это плющи листные. А это я в общий горшок посадила. Видите, череночки. Вести Фенери. Вот видите, у нее такие резные листики красивые. И здесь еще скажу, какой сорт. Где я тут записывала? А, Ричард Хадсон. Ричард Хадсон. Два сорта. В одном башке у меня два сорта. И черенкую тоже. Он красиво растет. Это на улице он такой. А в квартире красивый. Листочки обалденные. Это тоже отросточки. Вот показываю. Каждый отдельный стаканчик. Кому надо. Звоните. Будем общаться. Вот такие пиларгошки у меня зацвели на сегодняшний день. А которые не цветут. Я вам ставлю фотографии. Чтобы вы посмотрели. И на закусочку вам покажу. Самую любимую пиларгонию. Смотрите, какая прелесть выросла. Это сказочный цветок. Она похожа на эплблоссом. Но это плющелисная пиларгония. Она еще ампельно вьется. Сниз свисает. Видите? Бутончики набиты. Эплблоссом похожа. Четко. Вот такие. Я вам показывала маленькую. А здесь уже более распущена. А эта пиларгония называется Вива Каролина. Смотрите, она цветет белым. А затем у нее появляется розовиночка. По краю горшка. И есть такая же эплблоссом. Только то не плющелисная, а зональная. Зональными меньше уход нужен. Эплблоссом я покажу вам, какие у меня есть черенки. Посмотрите, какие громадные черенки. Эплблоссом. Такой же похожий цветочек. А здесь в горшке у меня два вида. Вот еще видите, какая пиларгония. Вот с такими листочками. Крокодил или как он называется. Не знаю. Вот когда зацветет, вот уже цветочек выпустила. Я вам покажу цветочек. Итак, горшок. Чудно смотрится. Подвесить его. Ампельное растение. Свисающее. Очень красиво смотрится. Когда много-много будет бутонов. Видите, здесь бутончик, здесь бутончик. На кончике каждого молодого отросточка идет бутончик. Вот сколько будет бутонов много. Представляете, вот такие шапки будут красивые. В бутонах. Это будет такое красивое. Я вам обязательно сниму то видео. Это гусеничка подъела уличная. Так как их в этом году очень много. Даже на орехах эти гусеницы. Везде. Это ничего страшного. В дом я буду заносить. Проведу обработку октарой. Чтобы не занести в дом гусеницы. На улице я тоже один раз обрабатывала. Но не буду же я их каждый раз заливать химией. Не хочется. Хочется. Пусть так себе порастут. Не знаю. Я не любитель химии. А это таберня Монтана. Она так пахнет. Сказка. Листики у нее как у лимона комнатного. Немножко по-другому. Это смотрите махровая. Она бывает простая. А это махровый цветочек. Красивый очень. Все. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Всем удачи. Всем пока. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...